привет что ты грустно сидишь троит короче не работает первый и третий цилиндр ты же делал до недавно все да что кстати я делал я не помню поменял потекла вентилятор не работал теперь короче купил все для подвески ну там в коридке гремит что-то вот думал буду заниматься и короче вчера причем то троит то не троит сейчас покажу тебе короче я чё думаю у меня есть денег немножко ну тысяч короче сто семьдесят вот чуть поискать может блин не знаю короче надо чем чтобы не ломался и двери чтобы было много ну чтобы можно семьей было и ну короче чтобы ничего не делать без всяких вот этих опять там всяких проектов и так далее чисто просто машина сел по короче такой друг выручающихся даже будет минут но что-то блин я не знаю я короче открыл объявление вот так тут все перемешку короче за сто пятьдесят тысяч можно калину купить например опять сразу боевая нет уже точно не боевая но кстати бмв все-таки есть что-то полезное пепельница из поршня кстати этот поршень ты помнишь когда этот поршень решил показаться на свет за день до поездки в грузию мы собирались на минику переехать в грузию и буквально вечер предыдущего дня то есть завтра мы грубо говоря должны выезжать сегодня вечером приехал мой друг с астрахани для добычи мы поехали покататься просто он говорит по москве съездим там покатаемся и короче что-то где-то едем светофор трогаемся я смотрю в зеркало в такие клубы синего дыма причем перед этим тысяч за 10 я полностью перебрал мотор там по деньгам по запчастам только 1000 на стол вышло в итоге мы на фуре с другом поехали до астрахани там в астрахани я взял у отца стариня мерз короче цешку двести втором кузове кстати вот цешка вот он я что-то покупал тысяч за мне кажется 180 вообще мне так понравилось просто доехали спокойно с комфортом с кондёрчиком там на механике так можешь сразу мерз и поискать есть тоже ездил знаешь я не знаю за такие деньги да посмотрим уже на 200 давай за поставим 250 ну чтоб торгануться тактич торгашей ну шей mercedes benz c-класс 95 год двухлитровый 136 лошадей пробег 400 тысяч почти слушай а вот есть интересный экземпляр непонятно судя по внешности типа мг о почем почем здесь 260 тысяч владелец пишет что на учете стоит как 2 и 8 налог на 193 лошадиные силы значит подозрительно не будет хоть и машина возят в большом количестве с японии вообще вот и 202 и волки очень любит их японцы короче и сюда их привозят как просто типа запчасти ну без растаможки и вешают просто на левые номера документы короче перебивать все это вот ну давай позвоним ну да здрасте да по объявлению продаете мерседес еще 202 да но можете рассказать вообще что там то есть ну что вообще в технической части а мотор мотор одной стоит да мгш не а скажите вот у вас в объявлении написано что 2 и 8 до тому как 2 и 8 это что значит то есть а я понял нет я просто почему спрашиваю потому что я знаю что эти машины их гоняются японии там перекидывают наверное надо посмотреть машину а когда можно сегодня сегодня сколько у нас часа два в принципе да я посмотрел да вы где-то в котельниках да получается находитесь в принципе не далеко да ну через час час полтора сможем подъехать если сможет все давайте как подъеду тогда хорошо да за полчаса тогда наберу все до встречи спасибо ну чё говорит говорит короче в девяностых когда привозили в девяносто восьмом году завезли с германии короче и поставили на учет как два и восемь то есть по факту он по вину а мгш на будет все конечно проверять очень внимательно потому что я реально пилили резали прикручивали документы надо но он убеждает что как бы вообще без проблем то есть он говорит я с вами поеду в гаи поставим на учет и после этого рассчитаемся то есть он говорит чтобы у вас не было никаких соревнований ну так бы в принципе пока круто да то есть по состоянию он говорит все ездит все работает он так сказал типа вы же понимаете а мг кто продает вне справном состоянии ну как бы так ну вообще странно за такие деньги ну давай съездим посмотрим ну да чего бы нет все тогда что надо собираться и поехали мы все мы приехали уже мы чуть раньше приехали сейчас ждем подъедет видимо около дома не хочет но это кстати настораживает вот чё тогда сейчас стану так по кузову главное короче номера все проверить по документам что все было четко конечно машину в этом плане мог статье и по ну шоу на двести второй медленно крадется да он он тоже насыщенный знаешь где мы ставим толку слушаю блин выглядит он так прикольно поинтересней то есть кораллы что-то у меня такое впечатление что я обвязываюсь опять очередной какой-то этот проект или называется ландовая приехали покупать машину семейную давай начнем нашу экскурсию с этой полянки смотри на открытой местности далеко-далеко небо словно соприкасается с землей это видимое во все стороны пространства люди назвали горизонтом а линию где небо как бы соединяется с землей линии горизонта но линия это воображаемая на самом деле ее не существует поднимаясь вверх ты видишь как горизонт постепенно расширяется и видя горизонтом смотри отодвигается а 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 ну чё там? слушай ну блин короче блин смотрится вообще бомбово ну вообще да короче говоря двери я посмотрел снизу не гнилые у них я просто почитал предварительно этот двери короче у них гниют по низу арки так ну так непонятно но в целом вроде так все живое короче мы договорились с ним еще загнать на сервис и проверить номер двигателя номер двигателя ну шпавину все да он амгшный бьется как бы по программе выдает что да мотор 3.6 вот а по гибддшной базе 2.8 то есть налог маленький там ну как ты говорил то есть в принципе все как бы чисто вот единственное что да вот надо номер двигателя проверить потому что если там двигатель меняли ну как бы как ты поймешь он там 3.6 3.2 там 2.8 да его могли поменять но это как бы без мотора амг не амг все тут ну да суть теряется просто подозрительно низкая цена их вообще больше нет в продаже этих машин там один какой-то за 800 висит но как вот короче надо глянуть ну и блин надо думать потому что он короче 260 он говорит десятку я скину но это как бы все ты чё вообще думаешь блин семейный автомобиль а так ты чё ну в принципе 4 двери ну блин ну блин если он едет блин я нормальный как всегда короче получается хотел купить какое-то ведро обычное скучное по факту были ну это же классно получается амг по цене вообще чего по цене блин солярис больше не солярис стоит 1400 просто не смотрел на их цена посмотреть а блин эти ну чё за 200 тысяч можно купить сотку жига стоит у меня друг приору для какой-то наверно есть подвох я не знаю ладно давай подумаем еще чё да как в общем я думаю все поняли мы пока сами не знаем а что ввязались я надеюсь что будет весело и нам и вам продолжение следующей серии